И доброго времени суток! Вы на просторах игрового канала Ичи Геймс. Меня зовут Антон, или же просто Ичи, и это такой немножечко внеплановый мартовский подкаст в преддверии хотя бы того же 8 марта. Ну и заранее уж поздравлю вас с наступающим праздником. Естественно, дам я имею ввиду, а не парней. Будьте такими, какими вы есть, ведь именно за это мы вас, женщины, любим. Как-то так. Ну а вообще, данный подкаст я хочу приурочить к тому, что есть у меня значатся намётки и задумки касательно дальнейшего развития канала. И прежде чем выпускать новые видео, я хотел бы сообщить вам о грядущих перетрубациях на нём. Во-первых, продолжительность серии. Я так посмотрел по тому, как вы сами смотрите по статистике. Ну, большая часть, да. Насколько вы активно это всё дело смотрите и как долго в среднем. И понял, что в идеале серии минут по 15-20 где-то так лучше выпускать. Потому что так и вам смотреть достаточно удобно. Это не занимает слишком много времени. И плюс ко всему и мне достаточно-таки легко записать сразу много серий наперёд. Что тоже весьма-весьма важно. Потому что в действительности мне порой нужно что-то поделать в реале. Да и бывает просто лень что-то снимать или нет настроения. А так, в какой-то день, когда я в состоянии, отснял наперёд и не парюсь. Есть настрой или нет, у меня всегда под рукой есть материал, который я могу загрузить на канал. И тем самым порадовать вас. Так что, это первое, о чём вы можете написать в комментариях. То есть, согласны ли вы с такой продолжительностью видео? Удобно ли вам, в принципе, будет смотреть видео такой продолжительности? И всё вот с этим связанное. Милости просим, как говорится, пишите, не стесняйтесь. Плюс ко всему, стоит ещё отметить один важный момент. При видео такой продолжительности я смогу, соответственно, делать ролики с большим битрейтом. Да, загружать я их на канал буду, ясное дело, дольше, чем обычно. Но, по сравнению с тем, сколько я грузил бы с этим битрейтом видео продолжительностью, например, полчаса, это несравнимо меньше. И при этом качество картинки само будет лучше. То есть, в случае с, например, записей визуальных новелл, будь это то же самое бесконечное лето, то там как бы я могу и со своими привычными настройками всё спокойно делать и творить. Поскольку, ну, нету там активных экшен-сцен, чтобы как-то картинка начинала мороситься во время записи. Вот, в то время как там, где уже есть какая-то боёвка и тому подобное, будь это тот же варбант, например, или ещё что-то, то я замечаю, что временами всё-таки видеоряд начинает проседать при моих текущих настройках. Чтобы этого было поменьше, естественно, нужно делать с большим битрейтом. Не буду вдаваться в подробности там настроек обработки и рендера, но суть в том, что тогда я смогу делать получше. И, в общем-то, можете написать в комментариях своё мнение касательно того, устраивает ли вас, в принципе, основное качество видеоряда, или вы за то, чтобы я сделал с большим... с лучшим, точнее, качеством картинки. Естественно, сами понимаете, что тогда мне придётся делать серии действительности минут по 15-20, иначе я буду уже тупо не успевать их загружать на канал вовремя, хотя бы по одному видео в день. Ну, не говоря уже о том, чтобы загрузить на несколько дней вперёд, потому что по продолжительности, с текущими настройками видео где-то порядка минут 25-30, ну, в зависимости ещё от того, сколько оно будет весить после обработки, но в целом я загружаю порядка 2-3 часов на канал. Если я делаю с большим битрейтом, то это может занять, ну, до 5-6 часов загрузка видео. Так что, как бы, сами понимаете, что это не айс. Вот, и если что, извиняюсь за пролаг звука, который сейчас мог быть, потому что я записываю этот подкаст вообще через аудишн. Не стал заморачиваться с программами видеозаписи, решил сразу вот в аудишне всё это дело запилить. Ну, и без вебки, потому что у меня сейчас элементарно солнышко в окно светит, и меня всё равно будет не видно, будет всё засвечивать. Это я к тому, почему на экране сейчас творится наверняка какой-то мракобесие, и я наверняка надыбаю какую-то гифку и просто влеплю её на экран, как-то так. Вот. В любом случае, в общем-то, как вам такое? Вот. Расписание на канале, я сразу говорю, опять-таки при этом всё не появляется. Туш-туш, извиняйте. Но не могу я никак настроиться на расписание. Да и так, вроде как, достаточно-таки стабильно в любом случае. Ролики выпускаю, и вы всегда знаете, если что-то я откладываю на более задний план, хочется мне от какой-то игры отдохнуть и тому подобное, то я, как правило, об этом, естественно, сообщаю, и вы в курсе. Вот. Что ещё касательно перемен на канале, хотелось бы отметить. В общем-то, оценить качество звука в данном подкасте, конкретно качество голоса. Я немножечко решил подзаморочиться по шамане тут с эквалайзером, мастеринг какой-то провести с дорожкой и тому подобное. И, в общем-то, напишите, каково вам вообще всё это дело слушать. То есть, нравится ли вам текущее звучание голоса, и стоит ли мне, в принципе, настолько заморачиваться с ним. Или вас вполне устраивало, даже когда я, например, в последних сериях по цивилизации выкладывал без вообще какой-либо обработки голоса видео. Без обработки я имею в виду, что там было слышно даже звук кулеров моего компьютера, потому что микрофон их захватывает. То есть, сам по себе он не шипит, ничего такого, но вот кулера и прочие посторонние шумы вокруг он ловит... Лучше некуда, как говорится. Не очень это хорошо, но что поделаешь, никак от этого не избавиться. Ну, в общем, не мешают ли вам такие шумы, можно ли просто пилить, как оно есть, или же заморачиваться мне. Потому что, если я буду заморачиваться, то, естественно, это, опять-таки, время на обработку будет чуть подольше, но зато качество получше. То есть, всё, опять-таки, для вас. Как вам приятнее, как вам лучше. Мне не в лом лично заморочиться как-то немножечко. Благо, технология, как говорится, налажена, и не так уж сильно я парюсь по поводу каких-то там настроек, как правило. Так что, как-то вот так. Вот, а в целом, что же, особо, на самом деле, больше перетрубаться на канале вроде как и нету. Ну, логотип я себе в какой-то веке новый сделал. Вот, аватарку на ютубе можете сами оценить. Если вдруг кто не обращал внимания, как вам, напишите, опять-таки, в комментариях, если у вас есть по этому поводу мнение. Вот, что ещё, что ещё. Касательно прохождений, которые есть и какие будут. Опять-таки, бесконечное лето скоро будет допилено. После этого там посмотрим, как быстро я буду пилить прохождение DLS к данной новелле. Но, сразу говорю, по бесконечному лету, именно по оригиналу будет только одна концовка. Остальное, как я и говорил, при желании вы можете узнать для себя сами. Перепройти как-то самостоятельно и всё такое даром, что в стиме новелла бесплатная. Вот. Также, также, когда точно сказать не могу, но довольно скоро на канале планируется прохождение интерактивного квеста, ну, который, с одной стороны, является визуальной новеллой, с другой стороны, интерактивным квестом. При этом, это детище от российской студии, да. То есть, как бы, в принципе, в России жанр визуальных новелл, он не сильно развит, а уж такое качественное. И, как по мне, так в каких-то аспектах действительности значительно качественнее того же «Бесконечного лета», и мне как-то поболее нравится на самом деле. Вот. Достаточно мало. Поэтому всё это дело, в общем-то, вскоре будет. И будет оно, как я надеюсь, не в один мой голос, а в два голоса. Вот. Я жду, как говорится, как только человек до меня доберётся, с которым я буду это дело записывать. Ну, а в два голоса, потому что я буду за, скорее всего, рассказчика, как бы, и мужских персонажей, в то время как человек, который будет со мной всё это делать, как я надеюсь, будет уже за женских персонажей. Вот так вот. Ну и, ладно уж, скажу, что планируется. Я планирую, в общем-то, прохождение игры «Левиафан. Последний день декады». Единственное, что последний эпизод этой самой... Последний декады. Ну, собственно, эпизод с названием «Последний день декады» ещё не вышел. То есть, на данный момент есть только вот первые четыре эпизода. Ну, возможно, кстати, когда буду проходить, и весной уже выйдет пятый эпизод. Но это неизвестно. В любом случае, естественно, как только он выйдет, то и последний эпизод на канале тоже появится. Ну, а пока будем пилить то, что есть. Главное, чтобы всё сложилось. Даром, что на прохождение данной игры мной, хоть и на словах, но было получено разрешение от продюсера данного проекта. Я, в общем-то, обращался, заходил в группу этой игры и спрашивал у него. И он дал добро. Так что никаких проблем не будет. И всё вообще в этом плане шикарно. И я надеюсь, что вам данный проект, в общем-то, понравится, как только мы до него, собственно, дойдём. Вот. Ну, а касательно действующих, как я уже сказал, бесконечно летом мы скоро допилим оригинал. Вот. И тогда уже вернёмся к Mountain Blade, к цивилизации. Я думаю, в действительности допилить лето, а затем вернуться к остальным. Как-то, мне кажется, так будет попроще и полегче. Ну, и в том числе мне самому. Тем более, что запись лета отнимает гораздо больше сил и... Ну, не то, чтобы времени, но силу оно уж точно занимает больше. Потому что, элементарно, мне там говорить приходится значительно больше, чем в прочих прохождениях. Потому что в других я как-то могу сосредоточиться на геймплее, что-то подумать или просто банально нарезаешь врагов, покуда в том же варбанде, там, в модификации вот по The Last Days, то ты как-то особо много реплик из себя не выдавливаешь, ты сосредотачиваешься на боёвке. Тут же ты в любом случае читаешь текст, плюс ко всему нужно оперировать как-то всё равно голосом, передавать интонацию. Ну, вы и сами всё прекрасно слышали, и, думаю, понимаете даром, что не глупые у меня подписчики, и это меня радует. Что ты у меня дружище, вообще молодец. Ну, и ты подруга, коль ты вдруг девушка. И я надеюсь, что всё нормально, что я обратился к вам на ты. Как-то вот так. Вот. Ну что же, на этом, на самом деле, буду заканчивать данный подкастик такой внеплановый. Не знаю, будет ли сегодня ещё какое видео на канале, потому что мне, в принципе, нужно отдохнуть. Так уж получилось, что ночью я малость подупарился, поскольку я сплю на полу возле печи. Да, у нас есть печь, как бы, ну, газовая она, да? Но печь, вот, голландка. Кто в курсах, что это такое, то, думаю, понимают меня. И, в общем, получилось так, что сегодня ночью, например, было дюже жарко, я конкретно так упарился. Естественно, ночью просыпался и какое-то время, опять-таки, не мог уснуть. Плюс ко всему, ещё утром там получилось, разбудили. И, в общем, вынужден был отсыпаться до где-то 10 утра. И то немножечко не выспавшись, немножечко не собранный. И так что, возможно, в этом подкасте я буду даже ещё и запинаться, потому что не так много времени прошло с того момента, как я, в общем-то, проснулся. Ну, и да, если что, то все свои подкасты я пилю без какой-то там предварительной подготовки, без планирования, что я буду рассказывать. И всё такое, чистый поток сознания. Вот. И, кстати, ещё момент чуть-чуть не забыл. Хотели бы вы, чтобы помимо каких-то там прохождений игр и тому подобного, на канале появились, ну, элементарно подкасты какие-то, чтобы я высказал своё мнение касательно чего-то. Я не знаю, там, прочитанной книги, просмотренного фильма или явления какого-то в обществе, может быть, какой-то новости. Но сразу говорю вам, далеко не все вещи я буду в этом формате обсуждать и не обо всём говорить. Потому что за какие-то высказывания неосторожные можно действительно и схлопотать, как говорится. Я речь не об отписке кого-то из людей, обиде и тому подобном. А реально, мало ли, неосторожное слово какое-то сказал, неправильно трактовали твоё высказывание, тоси-босси и как минимум штрафанули. Не стоит думать, что интернет это настолько, на самом деле, свободная среда. Прецедентов хватает, на самом деле, в плане того, что неосторожное высказывание ведёт к каким-то там последствиям. Вот. Ну и не говоря уже о том, что какие-то вопросы обсуждать будет несколько неэтично. То есть, например, я навряд ли буду делать какой-то подкаст на тему творящегося на Украине. Просто элементарно. Разные точки зрения у людей, разные взгляды, отношения разные. Отовсюду совершенно, опять-таки, разная информация. И всё-таки моё мнение может очень сильно противоречить вашему. И чтобы не возникало между нами какого-то конфликта и недопонимания, лучше такие темы, как по мне, просто избегать. Вот. Дабы никого, естественно, не обидеть, не задеть, потому что мне не хочется никакой конфронтации со своим зрителем, со своими подписчиками. В конце концов, мы с вами, ребятки-друзья, как-то так. Негоже говорить о том, что может не понравиться твоему другу. В конце концов, моё мнение – это только моё мнение. Я сам прекрасно знаю, куда его засунуть. Но не всегда мне следует всё-таки делиться своим мнением по каким-то вещам. Ну и также я, например, навряд ли буду как-то затрагивать тему своего отношения конкретно к религии и тому подобным вещам. Потому что для меня, на самом деле, как сказать, отчасти придётся сейчас коснуться этого, чтобы объяснить, почему в дальнейшем не будет об этом чего-то такого. То есть моё отношение к религии как таковой не особо хорошее, но к вере я отношусь нормально. Сам я хоть и являюсь крещённым, православным, да? Но при этом всё-таки по взглядам так уж сложилось, что я являюсь агностиком. Крестили меня, как думаю и большинство, не в том возрасте, когда человек осознанно может сказать, желает ли он, чтобы его крестили, и он принял, как говорится, веру и религию, или же нет. То есть, ну, сами понимаете, полуторамесячный младенец, он ничего не решает. Ну, меня крестили, например, в полтора месяца. Поэтому, как бы, от того, что я крещённый, верующим как-то настолько люто я не становлюсь. Вот. Тем более, что для меня есть разница, опять-таки, между верой и просто фанатизмом. Вот. Как-то так. Поэтому, сам я являюсь агностиком, то есть, я не отрицаю, что какие-то высшие силы, в принципе, могут существовать, но при этом, как говорится, нет и доказательств того, что они существуют. Исходя из чего, глупо спорить о том, есть или нет, как по мне. То есть, может быть, может и нет. Верить или нет, дело личное каждого. А религия, как по мне, именно какие-то религиозные организации, это всё-таки в настоящее время, во всяком случае, это больше какие-то корпорации. Естественно, не все религии таковые, но так уж сложилось, что это корпорации по продаже свечей и прочих вещей. Да и ни для кого не секрет, всякие там прецеденты, когда тебе в церкви могут сказать, а ваша Библия не была освящена, или ещё что-нибудь, я не знаю, там другая священная книга. То есть, я в целом говорю вообще о религии, не сосредоточиваясь на какой бы то ни было. Поэтому, как я уже сказал, вера это дело каждого. Так что, я надеюсь, что вы адекватно воспринимаете, когда я всё-таки начинаю шутить на тему именно религии. Я не хочу обидеть вашу веру, я шучу касательно именно самой религии в том плане, когда она проявляет себя с негативной точки зрения. Естественно, религия опять-таки сама по себе, это явление тоже не такое плохое, каким оно может быть, но и при этом не такое хорошее, каким оно должно быть. Ну, в конце концов, потому что во всём этом крутятся люди, а люди такие уж существа. Я надеюсь, что я достаточно как бы мягко и понятно изъяснил свою точку зрения и никого опять-таки своими высказываниями не задел. Ибо таковой цели, как я уже вроде упоминал, я не преследовал. Как-то вот так. Ну, пришлось мне вдаться в такой полемию, куда бы разъяснить всё. Так что на эту тему я ничего такого высказывать не буду. Ну и надеюсь, как я уже упомянул, что вы будете адекватно воспринимать мои шутки. Вот касательно, например, шуток в том же прохождении цивилизации, когда я начинаю что-то там именно религиозное даже, а не в плане веры выжимать из себя, какой-то пафос нагонять. Ну, просто элементарно, потому что у нас, извините меня, фракция там протекторат ковиты. Ковита является вроде как пророком, и это что-то такое именно религиозное и на вере держащиеся. То есть именно такое вот, как сказать... Блин, я не знаю, как называется религиозное государство, вернее знаю, но вылетело у меня из головы это. Вот, в общем, вы меня поняли, да? И, соответственно, на почве этого вот и такие шуточки у меня проскальзывают, что она у меня вот такие вещи высказывает. Да и тем более это прослеживается даже в самих цитатках, когда её уже какие-то высказывания там о высшем благе, о том, что она там поведёт и всё такое, и вообще там чуть-чуть не высшая раса. Как-то так. В общем, как-то вот так, как я уже сказал. Ладно, на этом всё, буду заканчивать данный подкаст. Надеюсь, что он вам понравился. Пишите в комментариях ответы на заданные мной вопросы. Я надеюсь, что, в принципе, это было кому-то интересно, и вы хоть что-нибудь напишите. А то, может быть и так, что это никому не интересно, и никто не посмотрит этот подкаст. Меня, на самом деле, это вдруг внезапно и не удивит. Но надеюсь, что всё будет не так, и всё-таки вы выскажите свою точку зрения, потому что это прежде всего для вашего же блага и вашего же интереса. Вот. И в ваших же интересах. Вот. Что более верно будет. Ладно. Всё. Что же. С вами был Антон, или же просто Ичи. Вы были на просторах игрового канала Ичи Геймс. И всех вам благ, удачи, и пока, и ещё раз. С наступающим 8 марта. Пу-рум-пу-пу-пум-пум.